В этом видеообзоре я познакомлю вас с новым Android-планшетом Behold BitTab 1001. Данная модель относится к новому поколению Android-планшетов, оборудованных высококачественным IPS-экраном, обеспечивающим большие углы обзора и отличную цветопередачу, а также работающих под управлением новой версии Android 4.0. Замечу, что еще недавно все эти возможности были доступны лишь в очень дорогих моделях Android-планшетов. Характерной особенностью Behold BitTab 1001 является его экран, который имеет размер 9,7 дюйма и разрешение 1024х768 пикселей. Позже я подробнее расскажу обо всех возможностях и характерных особенностях данного планшета, а пока давайте познакомимся с его комплектацией. Внутри большой красивой коробки, помимо самого планшета, имеется удобная чехол-подставка, сетевое зарядное устройство и два USB-кабеля. Один используется для подключения к компьютеру, второй используется для подключения внешних устройств, таких как клавиатура, мышка, внешняя флешка, жесткий диск или USB 3G модем. Behold BitTab 1001 выполнен в строгом лаконичном дизайне. Алюминиевый корпус планшета имеет толщину всего 10 мм. Благодаря скошенным граням корпуса, визуально планшет выглядит еще более тонким. Лицевая сторона планшета имеет ровное глянцевое покрытие. В правом верхнем углу расположена встроенная фронтальная камера, имеющая разрешение 2 Мп. Основная камера с разрешением 2 Мп расположена на тыльной стороне корпуса. На боковых граних корпуса расположена кнопка Home, которая обычно используется для быстрого перехода к главному меню, слот для карт памяти типа microSD, встроенный микрофон, 2 USB порта, один используется для подключения к компьютеру, второй для подключения внешних устройств, разъем для внешнего источника питания и встроенные динамики. С противоположной стороны корпуса расположена кнопка включения питания. Эта же кнопка используется для перевода устройства в спящий режим, а также для перезагрузки планшета. Для этого достаточно нажать и удерживать эту кнопочку в течение 5 секунд. Здесь же имеется кнопка вызова контекстного меню и кнопки изменения громкости. В нижней части расположен разъем для подключения наушников. Заканчивая разговор о конструктивных особенностях Behold BitTab 1001, хочу сказать пару слов об обложке, входящей в комплект поставки. Обложка имеет достаточную жесткость для защиты устройства от случайных ударов. Клапан обложки состоит из 4 сегментов, что позволяет использовать его в качестве удобной подставки для вертикального или горизонтального расположения планшета. Заглянем внутрь Behold BitTab 1001. В основе планшета лежит один из лучших процессоров Rookchip RK2918, основанный на ядре Cortex-A8, работающем на частоте 1,2 ГГц. Процессор имеет 512 кБ кэш-памяти второго уровня и поддерживает быструю память DDR3. Кроме этого, он оборудован мощным графическим ядром GC800, работающим на частоте 600 МГц и обеспечивающим лучшую производительность в 3D-приложениях и при просмотре видео в Full HD-качестве. Рядом с процессором расположены 4 чипа оперативной памяти общим объемом 1 ГБ и 2 чипа флеш-памяти объемом 16 ГБ. Планшет имеет встроенный G-сенсор, который отвечает за автоматический поворот экрана и управление некоторыми играми, а также оборудован встроенным Wi-Fi-контроллером, работающим в стандарте 802.11n, обеспечивающим скорость соединения до 150 Мбит. Для мобильного подключения к интернету можно использовать миниатюрный Wi-Fi 3G роутер или USB 3G модем. В этом случае также реализуется функция GSM-навигации, которую можно использовать в любых навигационных программах и картах. Behold BitTab 1001 оборудован двумя аккумуляторами емкостью 4000 мАч каждый. Как показывают наши испытания, этого достаточно для непрерывного просмотра видео в формате Full HD в течение 7 часов 35 минут. Переход к Android 4 позволил в корне изменить мое отношение к планшетам на базе операционной системы от Google. Устройства стали более удобны, более функциональны и производительны. Благодаря поддержке Google Play пользователи получили удобные инструменты для покупки, установки, обновлений программного обеспечения на своем планшете. Не могу не отметить улучшенную совместимость с различными приложениями, в том числе и с точки зрения разрешения экрана. Я не стану рассматривать все особенности новой операционной системы, об этом достаточно много сказано и написано. Вместо этого я покажу примеры запуска некоторых приложений, которые ежедневно используют на своем планшете. Начну с одного из самых популярных приложений, а именно с веб-браузера, который отличается полной поддержкой флеша, имеет удобные инструменты для масштабирования и демонстрации форматированного HTML документа на экране планшета. Браузер имеет неплохую производительность, позволяет практически мгновенно открывать странички, в том числе и сложные, как показано в данном примере. Пользователь может применять различные жесты, что делает процесс работы с веб-страничками еще более комфортным и интуитивно понятным. Благодаря встроенному аппаратному декодеру Behold BitUp 1001 неплохо справляется с просмотром видео, в том числе и в Full HD качестве. Yourself ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одной из наиболее востребованных функций моего планшета – это просмотр телевидения, в частности, работа с сервисом Картин ТВ. Я использую клиент КТВ 2.0 и потоковый плеер MX Player Pro. К сожалению, этот плеер не поддерживает аппаратное декодирование потокового видео, но в режиме быстрого программного декодирования работает вполне прилично. Для проигрывания каналов HD-качестве придется поискать какой-нибудь плеер, который сможет воспользоваться функцией аппаратного декодирования встроенного графического ядра. БИХОЛ БИТТАП 1000А1 поддерживает большинство современных игр, написанных для платформы Android. Проигрывание интернет-радио не нуждается в особом комментарии. В заключении продемонстрирую работу онлайн-магазина приложения Google Play. Продолжение следует... Никаких проблем с приобретением программы, совместимости конкретных приложений с данным планшетом здесь не возникает. В заключении разговора о новом планшете Behold BitTab 1001 я хотел бы сказать пару слов о цене. Сегодня этот планшет можно купить чуть дешевле 10 000 рублей. На мой взгляд это нормальная цена за планшет с экраном 9,7 дюйма, тем более что похожие планшеты от именитых производителей стоят в 2-2,5 раза дороже.